12 июля православная церковь праздновала память первоверховных апостолов Петра и Павла. Несмотря на плохую погоду, собралось много прихожан. Недавно подошел к концу Петровский пост, который готовит христиан к этому дню. Отец Сергий рассказал предание о главных христианских апостолах Петре и Павле, которые были жестоко казнены в 57 году в Риме. В 57 году в Риме апостола Петра распяли на кресте вниз головой, а апостол Павел, так как он был римский гражданин, ему отрубили голову. То есть, по сути дела, все апостолы заканчивали мученической смертью на ниве проповеди христианских истин. И поэтому сегодня мы чтим не только день их мученической смерти, но и, конечно же, за 2000 лет то, что они посеяли, то, что они разлисли по всему миру, оно действительно стало тем, что мы называем сейчас христианской церковью. Обоснование Петропавловского храма известно, что основан он был в 1731 году. Тогда в южной части города появился первый деревянный храм. Был и трагический период жизни прихода. В 1941 году церковь была закрыта, возвращена верующим 15 февраля 1992 года в праздник Сретения Господня. И вот с момента его освящения прошло 280 лет. Это наша святыня, мы ее восстановили почти что, но еще много работ. Но, тем не менее, мы уже радуемся тому, что уже есть, что мы можем служить. Очень много людей приходит в храм для того, чтобы и помолиться, и исповедоваться, и, конечно же, причащаться святых христовых тайн. Ну и, конечно же, еще одно очень такое важное событие – это всегда для нас престольный праздник. Потому что центральный предел освящен в честь святых апостолов Петра и Павла. И мы всегда в этот день… Вот это наш такой вот большой приходской праздник, когда приезжают все наши выпускники реабилитационного центра. Вот приехали ребята даже из Казахстана, из Москвы, из разных других городов. Потому что это родной приход для них, родной праздник. Это очень такой вот… Ну и вот сегодня мы все молились, был крестный ход, многие причащались, ну а теперь вот трапеза и концерт. Праздник в храме отмечают каждый год. Вот уже на протяжении 17 лет. Каждый год в День Петра и Павла мы делаем общую трапезу. Для всех желающих, абсолютно для всех, любой человек из города может прийти, сесть и покушать. Потому что это праздник всего города. Храм построен для всех, и мы, конечно, всех приглашаем на праздник. Нынче у нас 280 лет, поэтому народу так же много, хотя будний день. Вот, будет большой концерт. Концерты мы тоже делаем всегда, вот 12 июля, в День Петра и Павла. Так что, пожалуйста, всех приглашаем на следующий год. Кто сегодня не успел, приходите к нам. В честь 280-летия храма прошел концерт, организованный силами прихожан. Были приглашены артисты из Екатеринбурга, давние друзья и постоянные гости Петропавловского прихода. Артисты сами собрались и по своей инициативе устроили праздничный концерт. На 280-летие храма приехал управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев. Я очень рад, что я сегодня здесь. Надо сказать, что религия для меня не просто религия, это часть нашей русской культуры. Поэтому я приветствую то, что возрождаются наши храмы. И стараюсь своими действиями помогать этому возрождению. Помогать тем правильным, богоугодным делам, которые воспитывают личность молодого человека, личность ребенка. И я думаю, что эволюционный путь возврата всех людей к религии, он обязательно будет пройден. Все мы будем лучше, чище. Но и самое главное, дети наши будут умнее нас, правильнее нас и будут верить в Бога. Будут верить во все светлое, правильное. Ну и естественно, жизнь наша будет от этого только краж. Поэтому я в этот светлый праздник Петра и Павла желаю всем процветания, добра и делать только правильные, нужные людям дела. Екатерина Тагильцева, Никита Кривченко. Новости нашего города.